ребятки отправляюсь на день рождения мире уже поля проехал привет а ты в чем оделся занимай локаторку это вот что там так и она есть рюкзаке две бутылки мне хватит да у меня были в цветочном она в целлофановый пакет ты родику подарок взяла родику я дико 200 гривен а ему будет день рождения подарю еще далеко понятное это я на печеньку даю дам дейца и ходит есть как ты себя чувствуешь как сахар нормально девять чем-то был грязный он подивись какие цветы от святки розы от себя тоже а эти цвета тоже букет передала да вот с маминой свете там вот две одни на царе садитесь там я взял таких потому что ну правильно я не ходил а тут у школы там хай самого выбора ось красивая а я виталика видел женой вавилонии что виталика да да они в фазе ишли в супермарк я такая чтоб ты положил вот это все убрать тоби тяжело будет не мне лежать не надо мне надо сидеть а я думаю тебе легче было там за столами сиди за скандином не было кому золото погодювать поля на колечко все хотела так а сюда до голубого не знаю где хозяйка дела десни в золоте в друга ой яка хозяйка ну ты не знаешь что кидал шурям у не все красиво здравствуйте ну не ковыряться в золоте не хватало а что наковырялась золоте ну дивились а я кажу тут не машу викидали а я зацветив коле питаю маринки спрашиваю маринка ну еще после твоего дня рождения кажу скажи пожалуйста а то кажу не твои цветы в углу красивый багато стоял у роз это не маяка же марина и не алексины коля знает чьи коля все знают откуда ты знаешь значит у меня женщина написала что это она прислала из из какой-то страны не знаю через какую-то подругу заказала и призналась мне в инстаграме я знаю я с тобой не сидел кто там тебе цветы присылал я ж не твой менеджер что я сижу и дивлюсь кто что присылает я думаю раз коля значит и она знает может и не каже что она подогрела цветы марина все зна кто что где чьи цветы двери закройте пожалуйста нормально взял викинув им пакеты надо было мне туда тряпку намочить мокро просто ровно что-то так 5 часов 3 часа перережал вот коля где ты брал вот в вавилоне а в вавилоне да а меня ж нога что я питала я если бы поехала с тобой может еще в куче выбрала а так у меня печенога думает пока пиду туда назад может еще лучше вдруг раньше ехать Тетяна Васильевна они все равно завянут они все равно завянут коля каже при таком жаре а Ирочка тоже привезла да самелка пока доехал из Запорожья хорошие ну уже чуть-чуть начинали все нам на шесть да поехали поехали мы раньше приедем намного но я думаю что мы постараемся медленнее ехать может где-то еще остановимся а чем уже поедем то быстрее чтобы цветы не пропали а самелка может десь отдыхнет на поле в ресторане я заеду на заправку мне надо этот омыватель для стекла купить а ты что даришь я дарю комплект направляйтесь на северо-западе серги и серги кольцо потом золотые обкритку красивую и 1000 гривен вот и цветы золотые серги кольцо ну конечно а какие побачишь кто дарив яка тоби разница даривки я купила тоби надо таки язык а потому что покажу что врать а чё врать мне не надо бачу чи не бачу я педлупо буду показывать я везу жалко что ты сразу этикетки срезал не надо срезать там там не надо то что илона дарила 4 никто меня не прислал там цена цена не стоит кого ты такая брехливая бабушка не брехливая была и 585 проба бабушка не брехливая была язик помило понимаешь за свій язык и получаешь вот так а тут это есть песня в сачовой по-моему да ты такой восприимчивый мне одна женщина сказала он каже як я 21 июня каже это значит заканчивается рак начинается близнец это очень восприимчиво наоборот а вот так раз против себя откидать а не брать у себя вот так и да и не брать в голову вот я и не беру в голову то что ты скажешь одного человека негатива я не беру в голову то что ты меня кажешься не беру в голову ты переживаешь не то что ты меня кажешься не знаю лучше я коли дуги ты переживаешь тоже я не беру в голову то что ты ими накажешь ты не берешь вот то что ты сейчас Какой фонарик малий? Больше возьмем и показывай, где у тебя приезжая к пулу. Где ты всовываешь эту? Коля, там пододелать, а? Мати не права, попитай. Нафиг на. Ты хочешь поделиться с хорошими? Что всовываешь? Ну, с роди хороших, одне попадется, и все, и тебе хватит. Такая моя судьба. Такая моя судьба, мама. С ума сойти. Такая моя судьба. Да не судьба. Ты немного доверчива, не немного, а богата. Чем больше делаешь, добре… А раньше твои болятки показывали? Что-то ты выздоровела? Нет, я уже показываю. Я показывал, ты же выздоровела? Показываешь. Да ну кому надо побачить? Я ще и прибрежу. Ну, ты же выздоровела. Самелка, еще и прибрежу. Ну, хуже ж тебе не стало от того, что зрители видели твои болятки? Люди, люди. Большие люди хорошие. Люди хорошие, подивились и дальше. Интересуются. Спасибо, Савелка, за совет, за ЦЗД. Я понимаю, тебе хочется хорошим поделиться за ту Софу. Мам, почему ты такая брехливая? Я не могу понять. Брехливая. А кто брехливый? Ты брехливая. Так, а нет, в чем брехливая? Что ты всем за Софу. Татьяна Васильевна, Софу я забираю. Татьяна Васильевна, Софу я забираю. Ого. На Игринь Софу заберу. Да я знаю, что в доме оставлю. Я отдаю уже. И зеркало тоже заберу собю в комнату, повешу туда. Да забираю все, чтобы меня оставить пустой квартирой. Да у вас хрусталь там будет, целая жубка. Аквариум Коля забирал. Аквариум, я отдам аквариум и зеркало Коля. Там все освобождай квартиру, все. Зачем все, мебель останется? То, что в тебе в голове нет. Люди продают, а ты раздаешь. Отдаешь эти, как их называются, евро за евро, черти стик. А тут и не таки, через день не нравится. Такий, с поля ветер, жопа дым. Ох, смотри, какой город красивый, да, приезжает. Потому что ты не слухаешь, понимаешь? Ты не слухаешь. Ты кидаешь деньги, ты подумай, а завтрашний день нет. А не кидай деньги. Уже стерилизовать будет. Коля, ты не будешь, он будет кицок стерилизовать. А ты бери котов стерилизуй. Я собак буду кидаю. Кошмар, ты постерилизуешь кошек, а что же будут коты делать без кошек? Я их не убиваю, постерилизую это, чтобы они не рожали. Понятно. Коты будут делать то, что и делали. Продолжай. А где они будут таких шукать, стерилизованных? Яких стерилизованных? А зачем им не стерилизованные кошки? Им все равно я как кошка. О, это они вообще. Кому все равно. Это они вообще как кошка. Если тебе вырезать матку, мужик может с тобой спать? Може. Ты просто детей не будешь иметь. А плодиться, как они будут? Ну как, блин? А плодиться. А зачем им плодиться? Плодить не будут. Для этого и стерилизуются, чтобы кошки не давали потомство. Коты будут делать свое дело. Коты часто беременны, часто волосы. Коты будут свое дело, но кошки не будут беременеть. Ты что, не можешь понять? А ты еще что придумаешь? А что придумывать? Надо это сделать. Хай зоопарк открывал. Ай, Боже мой. А кто это будет делать? А что Коля не делает? Ну потому что... А ну, ответь на вопрос. Хоть раз. Оля, скажи ей, что ты не делаешь? А что, мне делать нечего? Кота устрелилизовать. То, что Коля у меня это. Ну и хорошо. Ну я в тебе таки, может ты Колю установишь? А я пойду до Светы на игре. Там пани Оля. Не то, что ты. Да. А она ходит хорошо. Конечно, она пани, а я проститутка. А ты срань. Моя мать. Як бы люди знали все, что знаем мы, закрили бы свои хавальники и мовчали. Они пяти оправдали, мам. Они пяти оправдали, все равно ты была плохая. На плохое говорят хорошее. На хорошее делают говно. Я это знаю давно. Я не сегодняшний, мне учить не надо. Я сразу знала и сказала напаред. Устанави Колю. Устанави Колю, он умный. Он не будет котам деньги давать. Не будет котов отлавливать по городу. Тетяна Васильевна, хотите посмотреть куда? У него и зеркало будет, и аквариум будет. Где у Коли? Ну, Колю у сыновей, в него будет аквариум, зеркало. Тебе не хватает, или что? Ты самому мне не порт настроения. Можете, подождите. Тетяна Васильевна, я родила дочку. Да, праздник. У меня люди нормальные, все поздравили, чтобы ты знал. Ну, только я же не нормальный, поэтому я считаю, что не поздравили. Тетяна Васильевна, у вас тоже праздник. Где эти кукурузы сьогодні? Ирочку родили. Тетяна Васильевна, вы меня поздравили, у меня сьогодні тоже праздник. А у тебя какой праздник? День рыбака сьогодні. А, ну поздравляю, раз ты день рыбака, а чё ты не на рыбалке? Чё ты не на рыбалке доїдешь? До Ири едет. А ты на чём будешь ехать? Верховно на собаке? Чё, Коля не на рыбалке? Чё тебе везет и меня? А чё тебе? Тебе и меня. Я говорю, тебе везет и меня. Да, да, правильно. А чё ж он привезет, будешь сидеть? Ну, а если бы Коля на рыбалке взяли б такси поехал, а не б маршрутку. А маршрутка что не хочет? А я не поеду маршруткой. А в такси? А такси сколько стоит? Знаешь, на Запорожье? Королева. Мы тогда с тобой, знаешь, когда платишь? Тысячі три. Дорого. На свадьбе, у этой, у Карины, у Карины на свадьбе платив ты 800 рублей. Это когда было уже? Я хорошо помню. Да, это тысяча гривен, тысяча тысяча. Три года назад. Ну, Карина, когда сейчас уже мальчику три, это пошти четыре. Это пошти четыре года. Вот знаешь, сколько сейчас будет стоить такси? Делова вона. Дорого. Если бы Николя, мы бы такси взяли. Ой, какая ты делала? Ну, как бы, это в Днепру, да. Ну, это как бы, да. А Коля что должен привезти? Ой, что-то у меня течет, или что? Коля должен привезти, сидеть под рестораном в машине, или что? Хорошо, Самвейл, не бубонник. Как заводник. Не бубонник. Дай спокойно доехать. Два-три дня не вижу, приходит сам, это, как вот сказала, розширепилась и каже, ты всем аферюгам веришь. Пришла. Семь год толчут за тебя известная личность. Уси знают, кто ты, что она пришла. Америку открыла, голки принесла, ноги розширепила и гадает Самвейлу. Какие голки? Стыд подор, аферюги. Какие голки? Какие голки? Какие голки? Эта девочка, как она аферюга, что ты милишь, мама? Боже, боже, бедная Оля. Ох, Боже. Уси шоплотаны. Прийти, человек шла на меня и ты в душ купаться. Это вообще у тебя ума нет, у тебя все открытое, стерильное. Потому что я открытый человек. Ой, 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 Боже мой, на следующий год 40 лет. А кто в душу ума? Ой, 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 ой. 40 лет. Та Оля вот та, что приезжала, номеровала. Ну так жарбый. Учишь, 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 учишь. Без толку. Плохо ты учишь. Может она невестка ваше будущее будет. Ой, Коля. Хорошая девочка, молоденькая, мне понравилась. Да, да. Фигура хорошая такая. Хай, ага. Хай сама тебе подарю ей. У невестки. Мама, какая ты насмешница? Самвел. Ну это люди самі звонят и кажут. Пришла, каже, все знают, кто таке Самвел. С интернета выписала, пришла, открыла Америку. Мама, она сказала про тебя, что ты вампирша. Да не надо, не надо. А ты тоже вот вампир. Пришел и рор, и сосешь кровь. Ось отколи выехали, отколи болтаешь. Ты тоже вампир. И ты вампирша. Да, энергетический. И я, да, и я, да, и ты. Ты больше вампирша. Ты больше вампирша. Ну хорошо, я больше. Я старша, я и больше, ладно. Ты меньше и меньше. Она сказала заговор. Кстати, я тебе сейчас вот прочитаю. Заговор на то, чтобы ты отцепилась от меня. Кто? А на эту Юльку не сказала заговор. Траматейка та. И еще хвали. О, иди хоть не смешила. Читай, читай, да. Аферисты мне не надо. Їх столько развелося. Уси тебя знають. С первого дня. И что, она Америку открыла, пришла. Выписала все с интернета и пришла. Покупалась и начала болтать языком. А, о цьому лапшу на уши. У меня уже падает лапша на ушах. Понимаешь? Уже нема куда держаться. А в тебе до сих пор она висит. Ни как не понимаешь, что это... Ложь звезешь и провокация. Еще и деньги давай, да? Запрещу. Америку. Это никакой славы. Хай Бог. Какой ты только наивный. Вот так тебя и дурят кругом. И лампы, и люстры, и все подряд. Потому что ты наивный. Это скажет мама, это скажет Ира, это скажут уси. И твои друзья скажут. Тебе отвергают, отвергают. Ты все равно. Все, дядя передавал большой привет. Сказал Ирочке, они переправили на Диану, на ее канал. Наверное, деньги. Я так поняла, подарок. А что, Санвелка? Я говорю, сынок, я не знаю. Звонили привет. И Гульназка, все передают привет. Она начала потихоньку на этом. Но, говорит мама, она не нажимает. Она правая нога и палочка в ней. Она немного походит, болит. Ножка чуть-чуть на ступа. И опять берет косты. Что ты говоришь? Гульназка. Вот так вот. Перекрасилась в блондинку. Кто говорит, хорошо. Кто говорит, постаршаяла. Кто говорит, с черным хорошо. Я, когда Дианка сказала, бабушка, кем я только не была. И розовая, и фиолетовая, и черная, и желтая, и белая. А встала на свой волос. Прекрасно. Значит, что Бог дает, вот это правило. А резко менять не надо. На самом деле. Приклей себе на телефон. А вот. Вот оно ты мне сказала. Сейчас, сейчас, сейчас. Зайди на телефон, приклей себе. Вот. Сюда поставь? Да. Ты себе направ, куда тебе надо. Ой, Господи, Боже мой. Сейчас я тебе почитаю, что ця девочка. Да мне не надо. Не порт мне настроение. Я еду дочку поздравить. Сегодня у меня праздник. Вот она каже. Я твоя фишки не надо. Вот. Я твой сын. Ты моя мать. Я вижу тебя в моем сердце. Я вижу тебя в моем... В моем сердце всегда есть место для тебя. Я принимаю тебя такой, какая ты есть. Я благодарен тебе за то, что ты дала мне жизнь. Прости меня, пожалуйста, за все беспокойства и страдания, которые я тебе причинил. Я благодарен тебе за все, что ты сделала для меня. Я отдаю тебе твою ответственность. Ты большая, а я маленький. Благослови меня, пожалуйста. Ты лучшая мать, посланная мне Богом. Ну и спасибо. Я отдаю тебе твою ответственность. Забираю себе свою ответственность. То есть таким образом разрывается связь между тобой и мной. Что ответственность за твою жизнь, за твое здоровье, за твои болячки лежит только на тебе. А это что? Понимаешь? Не понимаю. Не понимаю? Все болячки на меня, а у меня денег нет, ты разрываешь связь, да? Нет. Что она правильно скажет? Какие деньги? Америка. Какие деньги? Какие деньги? Ой, Боже мой. Она скажет, что твоя... Причем тут деньги? Что ответственность эмоциональная, энергетическая за твои болячки лежит на тебе. Да. Да. Что я твои болячки и твоими болячками жить не должен. Да. Правильно она скажет. Ты не ложь звездишь и провокациями. Нет, не ложь звездишь за правильно. Твои болячки, твои болячки. Я не хочу слушать. И ответственность за них несешь только ты, а я за себя. Я не хочу слушать. Сколько за это твоей молеби не взяли? Она с вами? Она ничего не взяла. Она просто... Да. И ты всему веришь. Ты одному чужому скажешь. Ты Коле не веришь, Юле не веришь, мне Сарджи сестры. А что не веришь? Я всем верю, а что не верю? Никому ты не веришь. Почему не веришь? Нет. Ты не веришь. Ну то, что ты вампирс, а то вампирс. Ты не слушаешь. Сам решаешь, а тогда сидишь, ой, надо было так, надо было так. Надо думать. Семь раз отмиряй, а раз отрежь. А ты сразу режешь, а тогда мне уже не подходят лампы. Продавай, не подходят. Вертай свои деньги. Семьсот евро, это ж семь рублей. Купи. Не хватает. Не хватает. Ты купишь? Нет, нет. Хай будет у меня... Хоть самая здорова пенсия. Я пока не обидел, не подивлюсь, что есть такие... Такий самый товар. Набагато дешевше, чем купить в другом магазине. Такое самое. И еще дороже пять раз. Вот. Вот. Обиделюсь кругом. И в Блитополе, так и тут. Пойду и смотрю. Ось пацан напротив нас стал торговать, привоза села. Помидоры. Да, мама. Ты не исправима, что сказать. Да, не исправима. По 25 рублей в магазине. По 30 рублей помидоры. Жовтый. У него по 20 рублей. Есть разница. Зелень дорогая. Свята говорит, тоже в них дорога зелень. Встала в Блитополе страшно. Ты не исправима. Завтра она выезжает еще с чем-то. Я все время говорю, бери такси. Нет. Скажи, как называется остановка. Кто говорит? Свята? Ну слушай сюда. Она ж будет ехать. И пустили третью маршрутку. Три маршрутки. Все проходящие в Блитополе. Марина все каже, бери билет. Хай возьми наперед. Вона говорит, я что дура. Коли меня автовокзал. Пошла, спросила автобуси проходящие. Какие билеты? Приедет потом. А потом уже остается почетным ходом. Так если проходящие, продаются билеты все. Ну слушай. Потом она пошла. Автостанция рядом, где она живет. Рядом Кирова. Пошла с косиршей договорилась. Скажи, так и так и так. Она говорит, что надо ехать, чтобы Тёмка не говорила ничего. Вот это самое. А она говорит, хорошо. И она завтра уезжала в 6 с чем-то. Завтра ты уезжаешь. В 6 с чем-то. Ты уезжаешь. Ну. Я переселяюсь до Барсика. До кого? До Пусика. До Пусика. А ты говоришь Барсика. Ну я перепутал. Да. До Пусика переселяюсь. Я знаю и ты сказал. Самалка, ты сказал. И буду с Пусиком. Хорошо. Только знаешь, что надо сделать? Мне кажется, тебе самое удобное будет спать на диване. в том, что разложивается. Там большая белая простень. Вот так, как вафельная. Остирана на спинке, там где спал Пусик. Остирана после... Хто у меня после динания было? Все я поустирала. Вона стирала, я почепляла и сушила. От ее на ту кровать застелишь. Если будет тебе холодно, а маленькой уже простень, можешь укрываться. Я допустим сплю в нижнем белье. И у меня есть вентилятор. Если тебе будет жарко, то вентилятор до себе. Розетки есть. Вот там поставишь, где стояла елочка. Хай Коля тебе разбере, потому что она тяжелая. Я тебе дам деньги, мам. Я тебе дам деньги. Ну? Ты там на месте... Что на месте? Рассчитаешься. Или Марина с тобой поедет, она поможет тебе. Куда? Ну там рассчитаешься, в Миргороде. А, за путевкой? Да. А, они еще не заплачены? Конечно, нет. А, ну я ж не знала. Я тебе дам деньги, ты Марине отдашь, сколько она скажет. Она заплатит. Марина, ты что скажешь? Слушай. Ничего, Татьяна Васильевна, лишнее не берите. Ага, если ты... Казала, чтоб не вздумала ты брать жратву. Марина сказала, написала мне вчера, что ты собралась, я там голодать не буду. Я буду куплять жратву. Уже переносы. Ну что это за человек? Правильно она каже, потому что это касается твоего здоровья. А чтоб я брала? За что ты взялась, за что мама взялась на Кристину? Я ничего не знаю. За что мама взялась на Кристину? За то, что Кристина, когда я был в Египте, в Турции... Сказала, что у матери болела нога и что был сахар высокий. А мама ей говорила, мне не говори. А Кристина сказала, что за это мама взялась. За вас и сук. Я говорю, что не надо меня нести. Я еще сама ходю. В правой руке будет палочка, в левый сук. Не надо меня носить. Она нести меня будет. В видео выключить. В видео выключите. В видео выключите. Откуда я знаю, что ты делаешь? Ну, видишь? Теперь я вижу. Теперь я вижу. Покидай. А Марина послушает. О, психона. Не знаю. Ну так а что? Будешь без икри. Потому что она все время учитывает. Правильно она тебе говорит? Не надо мне яйца курить. Правильно? Я еще первый день живу. Вот смотрите, в туалет пойдете. День ей, чтобы не вытащили. Ой, той, другой. Вот этот. Мне уже надоело. А ты как в Шерепе? Всегда в Шерепе, да. Тебе в Шерепе... Ты нет, чтобы защитить мать. Шерепа. Три Шерепа вместе. Не боль меня настроение. Я еду до дочки. Все. Как тебе в Чехове мужик надурил. Как баба тебе в туалет. В туалет тебе вадила. Как вампир. Помнишь, как в Чехове баба тебе в туалет водила? А я боялся, что тебе там уже гекнули в туалет женский. Какаясь баба причепилась? Прямо гадала. Таких гадалок, знаешь, сколько по свинку. Как вы видите? Черная. А что значит вера? Чему я верю? Чему я верю? Чему я верю? То что скажешь... Я послухав, послухав. Я вас прослухав. Или ты послухаешь и слышишь. О, все. Меня уже голова от вас розболела. Я, конечно, останавливаюсь на две минуты, возможно. Все. Хорошо. Все. Я ехал с настроением, а ты мне начинешь. Войдите. Выйдите свежим воздухом поддихите. Мне тоже выйдут. Продолжение следует...